здравствуйте меня зовут шура и вы на канале handmade as a всем привет и сегодня я хочу сделать что нибудь вот из этой цепочки колье которое получится оно совершенно чудесное совершенно изумительно я рекомендую его всем потому что делать несложно и можно сделать быстро я уже здесь набрала жемчуг такой крупный вот у меня еще есть покрупнее вот сейчас я поверну телефон вот этот вот жемчуг я думала подвесить его таким вот образом им больших жемчужин вот но как-то кажется не то что это будут потому что вот если они будут вместе висеть да они будут они во-первых должны висеть тогда получается не через одно звено цепочки да а получается что они должны висеть ну вот вот так через три и тогда получается совершенно другая картина хотя вот как все висит и вообще просто простая золотая цепочка но она не золотая золотого цвета простая такая цепочка да и вот пару таких шикарных жемчужин и в принципе все готово но у меня почему-то зародилась другая идея так что эти жемчужины я использовать сегодня не буду а у меня есть вот такие небольшие жемчужины абсолютно маленькие вот и я буду использовать их то есть я каждую жемчужину одену на пин вот то есть не на пин я буду использовать проволоку дали уже пыталась сделать вот так это вот будет выглядеть и с одной стороны будет петелька и с другой и я собираюсь их подвешивать через одно звено вот так вот так вот они будут висеть и тут уже не видно так и вот так вот ну сколько их нужно брать я не хочу делать по кругу эти жемчужины будут висеть только спереди мне нужен будет манекен я должна буду все время мерить на манекене вот потому что у меня должен быть по моей идее второй ряд цепочки вот и чтобы хорошо это все висело мне придется все время сравнивать на манекене или на самой себе как это будет выглядеть я померила свою шею вот приблизительно как-то так ну конечно это не в обтяжку да а немного свободно просто потом если мне нужно я уберу лишнее вот но сейчас кажется что лишнего нету поэтому я вот то какое-то количество отмерила и сейчас пытаюсь найти кускоргубцы и сейчас я открою вот это звено и сделаю себе колье с жемчугом мне конечно не очень нравится вот здесь вот если посмотреть до внимательно вот это вот соединение находится вот как раз а по по цепочке я люблю когда не по цепочке а вот как бы поперек то есть вот здесь потому что как бы если натянется да то просто звено раздвинется и это можно увидеть а если вот здесь вот вот натянется и звено раздвинется то сразу в общем очень большая вероятность что сразу цепочка не порвется тоже как бы не порвётся она развалится я люблю чтобы в цепочках были продолговатые звенья и чтобы разрез был вот здесь вот с этой стороны ну или с этой или с это это не важно но и поскольку я знаю что в центре это будет где-то не знаю сантиметров наверное 15-20 это максимум будут находиться эти жемчужины мне просто в принципе нужно начать с центра да вот разделить пополам эту цепочку приблизительно хочу добавить что вот этого цепочка она все-таки довольно таки крупная и поэтому петелька до которая будет держать вот эту вот бусину все-таки должна быть мне кажется немножко покрупнее вот я сделала одну бусину и она будет подвешиваться вот вот как то так и вторая цепочка будет подвешиваться вот сюда и это будет сделано через одно звено сейчас я делаю вот свою бусину на вот эту вот цепочку и сейчас я прикреплю вторую цепочку для этого мне нужно открыть петельку вот найти середину я уже здесь отрезал какой-то просто какой-то произвольный кусочек как мне кажется правильного размера вот чисто на ощущениях потому что как я уже говорила я не хочу делать эти вот подвешивать эти жемчужины под со всех сторон я бы хотела чтобы это было только вот спереди но сколько это будет спереди это где-то сантиметров 10 мне кажется но 15 ну вот точнее вот так это будет выглядеть да вот это вот идет длинная цепочка вокруг шеи да а это будет как-то вот присоединяться здесь я попробую уменьшить вот как-то так вот когда я все сделаю ну по крайней мере вот досюда потому что вот дальше она будет идти закругляться и эти жемчужины уже не будут вот так вот висеть вниз они будут как-то висеть немножко под углом кстати вот если так подняла обратите внимание образовались такие как бы ну такие как бы полукруги да и можно уже и такое сделать правда можно и сюда что-то подвесить но у меня другой вариант сейчас то что я вот сделала выглядит вот так и у меня конечно есть такой вопрос нужно конечно будет померить еще на себе потому что манекен манекеном а все-таки все люди разные вот но у меня нету бусин меньше то есть есть бусин меньше есть до чтобы как бы уйти на маленький размер но у них маленькие дырочки вот и сейчас я думаю я конечно буду делать еще один ряд может быть я просто так вот оставлю да ну просто вот здесь вот отрежу да и сделаю еще один ряд с этими бусинами это конечно я сейчас померяю на себе и буду решать но идея изначально была вот так вот просто закрыть и переделать второй ряд ну вот так вот у меня сейчас выходит вот я хочу сказать что нормально выходит даже если делать чуть-чуть по кругу вот заходить дальше да дальше сюда я бы думала что не очень будет красиво на самом деле хорошо выходит я сначала думала что вот эта часть будет посередине но как-то маловато этого было я решила сделать еще с другой стороны да вот ну решила узнать и сдвинуть это все как-то я теперь в общем вижу что мне нужно еще бусин а бусин нету точнее есть но они другого размера вот а эти вот идеально сюда подходят у меня еще есть может быть каких-то 10 так что я продлю да если смогу просунуть проволочку в отверстие ну в общем сейчас я пришла вот к такому варианту на самом деле можно и шире сделать у меня просто нету вот таких бусин вот именно такого размера но может быть можно поставить более мелкие бусины вот здесь вот в конце да но дело в том что у моих мелких бусин там также очень маленькая дырочка я вот думала вот эту вещь как-то здесь закрепить и вот это вот потом здесь закрепить я конечно попробую это сделать но уже могу сказать что и без этого смотрится нормально вот ведь даже если это убрать она и так имеет какой-то закругленный вид но в моем случае вот мне кажется мне вообще не обязательно это делать мне вообще нравится вот может быть на манекене не очень заметно но если одеть то очень хорошо смотрится я даже думала ну что это такое вот ерунда какая-то с цепочками но в общем указывается что мне очень нравится я даже думала что может быть даже сделать и третий ряд можно и можно вообще здесь какую-то висюльку подвесить у меня есть фиолетовые камушки я конечно попробую их посмотреть если нет я думаю что не буду их подвешивать по моему там отверстия находятся в таком месте где очень сложно это что сложно просто займет не 10 минут а час а я не хочу потратить час но вообще такая такой вариант вполне возможен то есть вот подвесить здесь висюльки такие да небольшие но может быть или среднего размера мне кажется очень длинные не подойдут сюда к этому вот к размеру этого жемчуга на самом деле знаете если хочется сделать что-то такое необычное да вот что такое вот знаете как дизайнеры делают это нужно конечно нарисовать это одно но воплотить это совсем другое да то есть чтобы воплотить нужно и очень много навыков иметь ну и просто знать как все это работает и вообще хотелось бы что-то наверное паять припаять ну это конечно получается что очень много всего нужно делать да и для того чтобы это делать нужно вообще какую-то технику безопасности пройти и не заваливать же дом всем этим потому что это будет отравлять жизнь вашим родственникам обычно все эти штуки ядовиты а в так в домашних условиях конечно приходится чем-то жертвовать и идти на какие-то ну на изменения моделей все такое это конечно не может не расстраивать но с другой стороны все равно иногда получаются очень интересные украшения вот такое украшение у меня получилось на мой взгляд вообще просто шикарное очень простое очень легкая подходит на каждый день ему можно одеть и для ему можно иметь ну и можно одеть нас какой-то специальный случай вот потому что жемчуг и золото это всегда идеально подходит но в то же время она не перегружена но все-таки широкая да вот эта вот часть да и можно сделать и шире да она не перегружена и это главное потому что вот чтобы закрыть такое вот количество места до чтобы закрыть вот например что мы обычно делаем или мы используем крупные камни или знаете несколько рядов но другие на тросике до или что еще мы делаем подвески мы используем подвески мы подвешиваем камни в данном случае это как бы не тросик не подвески и мне очень нравится очень легкое колье я не имею ввиду в смысле что она мало весит я имею ввиду что она выглядит очень легким и воздушным вот вот здесь я хочу сказать вот это вы можете вот продолжить здесь если вы хотите но это очень индивидуально вообще все эти вот но не все вот некоторые вот чокеры да нужно подходить к ним индивидуально очень индивидуально нужно смотреть вот кому-то может быть на сантиметр ниже лучше кому-то лучше может быть пошире кому-то поуже серьги мне кажется вообще нет проблем сюда подобрать или просто золотые золотые вот с жемчужиной уже вот взять вот например вот жемчужину колечко жемчужину и все и подвесить не очень большие не надо мне кажется сюда очень такие громоздкие не подойдут серьги вот серьги и знаете как они называются водопады мне кажется тоже это слишком слишком а вот эти вот подойдут и обратите внимание вот что вы что здесь интересно вот что только вот это вот петля не петля бы только вот это будет звено находится ровно все остальные как-то немножко вот повернут и повернут и вот это вот совсем выходит на вертикаль это вот мне меня это вот заинтересовала в общем я всем рекомендую вот сделайте себе, отрегулируйте на себя, чтобы подходило и носите, кстати, сюда можно тоже что-то подвесить я не нашла ничего подходящего золотой, если подвесить это будет уже выглядеть слишком как говорится, везде нужна какая-то золотая середина, я бы хотела подвесить сюда какие-то капельки маленькие и у меня есть, они фиолетовые возможно, я их подвешу вот, но мне и так нравится вот здесь вот прямо так оно хорошо сидит туда ее ну в общем и так нормально все, всем рекомендую вот такое вот украшение у меня сегодня вышло, всем удачи и скоро увидимся или услышимся это Продолжение следует...